Сегодня последняя лекция. Я надеюсь, что некая концептуальная граница будет достигнута. То есть, конечно, много останется за кадром, но тем не менее общая картина должна появиться. В прошлый раз у нас несколько скомканно получилось обсуждение высокотемпературных и низкотемпературных разложений. Давайте я это сделаю более аккуратно, начиная с высокотемпературного разложения. Мы пишем статсумму как сумму по всем конфигурациям. Вот здесь я буду писать вот так. У нас, помните, были произведения по ребрам. Давайте я их буду называть B, bonds, по-английски. И в каждом ребре мы выделяем общий множитель косинус гиперболический k и пишем вот такую вот скобочку. Значит, x это просто-напросто тангенс гиперболический k. Теперь нужно представить себе, еще до того, как мы берем сумму по конфигурациям, что мы просто-напросто перемножаем все эти скобочки. Ну, этот фактор является простым. Он нам будет выдавать просто общий множитель, который есть косинус гиперболический k в степени, которое равно числу ребер на нашем графе, на нашей решетке. Оно равно 2n. Это мы с вами в прошлый раз обсудили. А вот дальше нужно написать такую вещь. Значит, здесь сумма по конфигурациям, а дальше мы раскроем скобочки, и каждому члену, получающейся большой сумме, мы будем сопоставлять графическое его представление. Но единичка будет присутствовать, как всегда, как сама по себе. А вот дальше, каждый раз, когда мы получаем фактор, вовлекающий два спина, мы будем соответствующее ребро рисовать на нашей решетке. То есть у нас есть S1, S2. И каждый раз, когда у нас возникает фактор S1, S2, умножить на x, мы будем рисовать вот такую картинку. То есть здесь будет возникать сумма по картинкам. Сумма по диаграммам. И будет какая-то степень x диаграммы. Давайте обозначим как-нибудь, не знаю, диаграммы. Ах, я их пронумерую буквой А. Диаграмма А будет иметь длину ЛА. Это сколько в ней будет ревер представлено. И будет произведение по спинам в каких-то степенях, где эти спины принадлежат этой диаграмме А. Давайте так вот одну из диаграмм рассмотрим более подробно. Если вот у нас такая, предположим, есть диаграмма, ей будет соответствовать член x в квадрате умножить на S1 на S2 в квадрате на S3. S2 будет встречаться дважды, потому что два ребра задействованы. Теперь вот каждый такой член, который появляется в этой сумме, их будет, естественно, очень много, нужно просуммировать по всем спинам. Те спины, которые не участвуют в этой диаграмме, они просто будут давать множитель двойка, каждый из них. А вот с этими спинами немножко по-другому. Обратите внимание, что S2 в квадрате равно единице, вне зависимости от того, равно оно плюс единица или минус единица. Его можно просто вычеркнуть отсюда. Суммирование по S1 в данном случае дает 0. И так будет для любой конфигурации, в которой какой-то спин входит нечетное число раз. Например, вот если взять вот такую вот, скажем, конфигурацию, то вот эти два спина, которые я специально точками отметил, входят в этот член в кубе. И они поэтому тоже уничтожатся, когда мы просуммируем по ним. Соответственно, после того, как мы просуммировали все, останется вот что. Останется этот множитель степени 2n, а дальше будет сумма по замкнутым контурам. Этих буду обозначать большой буквой G, какие-нибудь графы. Значит, это замкнутые контура, замкнутые контуры. Такие, что каждый спин в них входит либо 2, либо 4 раза. И тут уже нужно будет писать x в степени Lg на число таких возможных контуров. Ну, то есть мы с вами уже писали первые члены такого разложения. Для двумерной решетки это… Давайте я напомню, как это выглядит. Первый член – единичка, потом следующий член соответствует квадратику. Это x в четвертой. И таких квадратиков может быть n разных квадратиков. Потом могут быть такие прямоугольнички, в которых 6 связей, и их будет 2n, x в шестой и так далее. Вот такая вот получается сумма. Один момент, который я в прошлый раз упоминал, состоит в том, что если здесь… Давайте все-таки я попытаюсь продолжить этот ряд. Есть, например, конфигурация, которая соответствует двум, не соприкасающимся квадратам. Такая конфигурация будет вносить член вот такого вида. Значит, будет x восьмой. А вот сколько таких квадратов нужно посчитать. Первый квадратик может занимать n возможных позиций. Второй квадратик, поскольку он не примыкающий к нему, может занимать n минус 5 позиций. Он не может совпадать с этим, а также с четырьмя, которые прилегают к нему с четырех сторон. То есть будет n умножить на n минус 5 поделить на два возможности. То есть обратите внимание, что здесь такой факт возникает, что здесь возникают члены пропорциональные n, n в квадрате, а также и более высокие порядки n возникнут, вообще говоря. Однако, если мы возьмем логарифм теперь, возьмем теперь то, что мы естественным образом назовем минус бета f свободной энергии, это просто логарифм z, поделенный на n. То оказывается, что происходит удивительное сокращение вот этого n в квадрате, и n в квадрате, полученного из второго порядка разложения логарифма вот в этом члене. Они просто полностью сокращаются. Это общий факт, который мы запишем вот таким образом, что есть естественным образом... логарифм двоечки возникающий... А, сейчас, секунду, я выпустил кое-что. Когда я взял сумму по диаграммам, конечно же, каждый спин внес фактор двойки и возник общий множитель 2 в степени n. Те, которые не исчезли, естественно, дают фактор двойкам. Поэтому вот логарифм двоечки — это вот этот самый. Теперь будет 2 логарифм косинуса k. И возникнет некая функция, которую я назову g от x. Эта функция... Ну, в явном виде нужно как бы ее вычлить. Можно выписать несколько первых членов. Важно, что эта функция вся происходит из вклада связанных диаграмм и является степенным рядом по x. Именно поэтому мы называем это высокотемпературным разложением, потому что при больших температурах k маленькая, соответственно, x тоже маленький. И надо понимать это как степенной ряд по малому переменному. Этот степенной ряд, вообще говоря, может иметь конечный радиус сходимости. И в этом и состоит как бы математическое выражение того, что может быть фазовый переход. Вот эта функция, свободная энергия, как функция температуры, может иметь сингулярность, если этот ряд имеет конечный радиус сходимости. Тогда при каком-то значении температуры у нас возникает сингулярность. Окей. И давайте вот эту формулу запомним. Значит, я хотел напомнить, что такое g. g – это логарифм вот этой штуки. Посмотрите на эту структуру и запомните ее, пожалуйста. Значит, здесь вносят вклад все контуры вот такого рода. Они либо сами замкнутые, либо они могут иметь какие-то вот такие точки пересечения, но в которых спины встречаются, условно говоря, четыре раза. Вот такие контура допустимы, да? Окей. Теперь давайте разберемся с низкотемпературным разложением. Будем экономно стирать. Вот. 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 Низкотемпературное разложение. Значит, с ним история такая. В нем мы конфигурации тоже будем все учитывать, но другим способом. А именно при низкой температуре, при нырной температуре мы ожидаем, что спины все вообще выставлены в одну сторону. Давайте нарисуем квадратную решетку. Это у меня сейчас будет полезно. Я постараюсь это сделать достаточно аккуратно. В каждом узле этой решетки будет сидеть спин, который может принимать два значения. Плюс или минус. Или вверх, или вниз. И в исходной конфигурации они, пускай все смотрят, мне даже, наверное, здесь будет проще рисовать их как такие вот кружочки. Либо белые, либо черные. Пускай белые кружочки обозначают все спины, смотрящие вверх. Вот это исходная конфигурация, которую мы будем учитывать. Эта конфигурация вообще входит, поскольку есть симметрия по отношению к перевороту спинов всех, то мы можем две такие конфигурации найти. Все спины вверх и все спины вниз. Соответственно, в статсумму такая конфигурация войдет с множителем двойка. Теперь давайте следующую. И в статсумму она войдет, да, ее энергия, давайте посчитаем ее энергию. Энергия такого состояния равна просто минус, каждая связь вносит вклад минус 2J, минус J, и таких связей 2N. Значит, это минус 2NJ, энергия этой конфигурации. Соответствующий вклад в статсумму будет E в степени 2NK. Так, теперь давайте посмотрим, какой следующий член. Следующий член будет соответствовать перевороту одного спина. Предположим, что мы перевернули вот этот спин. Вот он стал теперь у нас смотреть вниз. Я при этом нарушил 4 связи. Эти 4 связи нужно теперь представить себе, что они соответствуют четырем ребрам на дуальной решетке. Дуальная решетка образована центрами исходных квадратиков, и на этой дуальной решетке я могу нарисовать теперь контур, который окружает данный спин, и он показывает мне длина этого контура, сразу мне скажет, сколько связей у нас оборвалось, и какая получилась энергия. Значит, энергия этого состояния получилась теперь, отличается от энергии основного состояния, она, каждая связь изменила свою энергию на 2j и таких 4. 2j умножить на 4. Значит, возникает соответствующим образом член, который сюда нужно добавить, как вклады эти конкуренты. Их тоже две, как бы, глобальная симметрия всегда будет приводить к тому, что будет фактор двойка, а здесь вот будет e в степени 8. Сейчас. Так, сейчас, секундочку. Нет, не так. Значит, здесь пропорционально n, давайте я сделаю вот так, я сделаю это попроще. Я напишу здесь единичку. Это будет общий множитель, который будет нам задавать энергию основного состояния, а здесь в экспоненте будет стоять только разница между энергиями. В этой экспоненте будет стоять разница между энергиями, которая равна вот этому числу, умноженному на бета, то есть будет просто-напросто 8. Нет, почему 8? Сейчас я пытаюсь сообразить. Нет, все вроде правильно, да? Да, все правильно. 8k. Так, хорошо. Теперь сколько таких спинов может быть перевернута? Каждый из этих спинов может быть перевернут, поэтому эта конфигурация умножается на фактор n, поскольку таких разных спинов можно выбрать n штук. Что-что? Минус, да. Минус. Минус, конечно. Минус бета. Что-что? Периодически спи. Да-да-да. Я накладываю периодическое гранусловие для простоты. Это не очень важно в термономическом пределе или никакой ролик не играет. Значит, теперь давайте рассмотрим следующий член. Следующий член будет соответствовать тому, что мы можем два спина перевернуть, которые стоят рядышком. тогда их нужно обрисовать вот таким прямоугольничком и для нас соответствующий контур уже будет равна шестерке. Значит, энергия этого состояния, где два спина рядом перевернуты, она будет равна энергии нулевого основного состояния плюс теперь уже мы эту 2j проигрыш в энергии умножаем на 6. Соответственно, будет член, в котором будет 2n. 2n — это число способов нарисовать такие прямоугольнички, что могут быть горизонтальные и вертикальные, условно говоря, на e в степени минус 12k. Ну и так далее. Но вообще говоря, может возникнуть, скажем, вклад, который соответствует несвязанным диаграммам такого рода. Такие вклады, конечно, здесь тоже имеются. В частности, есть вклад от двух разных квадратиков, который будет иметь, скажем, вот знакомый уже нам коэффициент будет, а здесь будет стоять 16, да, получается, 4, еще раз 4 умножить на 2 и так далее. Ну, когда я считаю, сколько это стоит, если спин на границе находится и не взаимодействует с этим спином, то здесь 3 общие связи нарушаются, то есть, но этим можно пренебречь в тренограническом, но проще всего это учесть, просто накладываю на периодический грамотный слой. Так, значит, хорошо, теперь я хочу написать вот что, что общая формула для этого будет такая, будет 2 умножить на E в степени 2NK, и здесь будет сумма, опять же, по, можно написать, острова, острова перевернутых спинов со спинами вниз, и нужно будет, давайте их пронумеруем, опять же, буквой А какой-нибудь, нужно будет число таких островов найти и умножить на E в степени минус 2K, а здесь будет стоять длина берега этого острова, LA, это просто длина берега этого острова, сумма по всем таким островам, их может быть несколько островов, как видите, вот в каждой конфигурации. Окей. Теперь важный самый момент наступает, который состоит вот в чем, что для квадратной решетки дуальная решетка совпадает с ней сама, она тоже является квадратной решеткой, поэтому все береговые линии, которые здесь учитываются, находятся в однозначном соответствии с теми диаграммами, которые вносят вклад в статсумму в высокотемпературном разложении. Это та же самая сумма. Другое дело, что она ведется теперь по другому параметру. Значит, давайте, то есть я теперь могу это сформулировать следующим образом. Я снова беру свободную энергию, как логарифм Z поделить на M. Эти члены дают какой-то, это вообще пренебрежимый вклад, который в термодемическом пределе исчезнет. Этот дает нам 2Q, 2K, просто-напросто, а дальше возникнет та же самая функция, которую мы ввели, тот же самый степенной ряд, но теперь вычисленный вот для такой вот величины. То есть в прошлый раз там никакой связочки действительно не должно было быть, это действительно было просто E в степени минус 2K. Окей? То есть я должен сравнить два выражения для свободной энергии, которые у меня получились тем самым. один получался в низкотемпературном, другом высокотемпературном разложении. Значит, в высокотемпературном было логарифм 2 плюс 2 логарифма косинуса K плюс G от тангенса гиперболического K. Вот эти два ряда, два способа записи свободной энергии, они подходят с разных сторон. Один со стороны высоких температур, другой со стороны низких температур. И оба ряда вообще говоря, могут разойтись, то есть у них может возникнуть сингулярность. Однако, видите, тут такая возникает симметрия, или, точнее сказать, это дуальность, которую можно записать как преобразование дуальности, которая можно так вот написать, E в степени минус 2K со звездочкой равно тангенс гиперболический K. Или, если угодно, K со звездочкой равно какой-то функции D от K, которая определяется просто как взятие логарифма минус 1 вторая логарифм тангенса K. Вот такая явная функция. Ее можно нарисовать. Будет некая гладкая кривая. Значит, эта функция и вот это преобразование, оно фактически связывает эти два ряда. Если мы отбросим несущественные константы, которые, в общем-то, не важны для критического поведения. Вот эти две функции переходят друг в друга, если мы заменяем просто аргумент вот по такому вот преобразованию. Значит, что это преобразование дуальности делает? Оно для нас делает ужасное. Что ж ты? Только последний член приходит. Да-да-да, но только последний член имеет отношение к критическому поведению, потому что эти это просто гладкие функции, они про критическое поведение ничего не знают, это просто константы, да? Значит, какие свойства? Во-первых, свойства этого дуального преобразования. Во-первых, оно меняет местами низкие, низкие t и высокие t. Они меняются местами, да? Во-вторых, оно является так сказать, идемпотентным. То есть, если дважды применить одно и то же преобразование, мы вернемся к тому же самому значению температуры. Это может быть неочевидно из такого вида этой формулы, но оно легко следует из цепочки таких вот равенств. Давайте я быстренько ее напишу. если хотите, можете потом проследить. Значит, синус 2k равно 2 синуса k на косинус k равно 2 тангенса k на косинус квадрат k, который запишем как единичку минус тангенс квадрат k. Так? И теперь мы заменим этот тангенс на ев степь минус 2k. 2 ев степь минус 2k со звездочкой поделить на 1 минус ев степь минус 4k со звездочкой. И в конце концов мы получаем 2 поделить на синус гиперболический, нет, 1 поделить на синус гиперболический 2k со звездочкой. То есть, тем самым, это соотношение дуальности можно записать в совершенно симметричном виде. Синус гиперболический 2k умножить на синус гиперболический 2k со звездочкой равно 1. В таком симметричном виде очевидно, что это преобразование примерно дважды дает то же самое. тем самым, оно как бы связывает температуры попарно. То есть, одна конкретная температура t переходит в какую-то конкретную температуру высокую t и обратно, если мы применим его дважды. Теперь, это самое важное место стоит вот в чем, что если мы теперь предположим, что эта функция, этот ряд становится, имеет конечный радиус сходимости и эта функция имеет какую-то сингулярность в определенной точке k, она должна иметь сингулярность также и в дуальной точке. И если предположить, что такая сингулярность в функции одна-единственная, то это означает, что в этой критической точке должна быть самодуальность. То есть, вообще, в принципе, можно представить себе ситуацию, что есть высокотемпературная фаза, один фазовый переход, а с низкотемпературной фазы можно другой фазовый переход найти. И как бы разные критические точки. Но это очень экзотическая ситуация, такого обычно не встречается. Мы знаем, что высокотемпературная и низкотемпературная фазы разделены просто одной точкой фазового перехода. И в этой точке, соответственно, должна быть самодуальность, которая выражается в том, что должно быть E в степени минус 2 КС критическое, это критическое значение, должно быть равно просто-напросто тангосу гиперболическому КС. Ну и это уравнение в скрытом виде является квадратным уравнением, потому что я могу это написать как отношение вот таких вот экспонентов. и относительно вот этой экспоненты соответственно мы получаем квадратное уравнение. Получается E в степь минус 4 КС плюс 2 E в степь минус 2 КС минус 1 равно 0. Или если решить его, у него два корня и только положительный корень естественно годится для нас. Получается E в степь минус 2 КС равно корень из 2 минус 1. И соответственно КС которая есть если я напомню вам J поделить на КБ ТС равно минус 1 вторая логарифм корень из 2 минус 1 или 1 вторая логарифм корень из 2 плюс 1 соответственно можно найти критическую температуру перехода что и было сделано Крамерсом Иванье которые впервые открыли эту дуальность модели изинга 2J поделить на логарифм корня из 2 плюс 1 если вы помните простое соображение исходящее из аргумента Паррелса в прошлый раз приведенное давало аналогичную оценку для температуры перехода только внизу состоял в знаменателе логарифм некого числа которое мы оценили как находящееся между двойкой и тройкой ну вот пожалуйста теперь точное значение известно 2,41 и так далее вот так ну хорошо значит это вот комментарий по поводу высокотемпературных низкотемпературных разложений вопросов имеется в данном месте какие-нибудь ну хорошо тогда давайте перейдем собственно к самому главному материалу который я надеялся рассказать а именно к ренормгруппе то есть ренормгруппа это метод или как бы набор идей которые позволяют объяснить откуда берется скейлинг нашей главной целью сегодня будет не выведение конкретных критических экспонент а попытка понять откуда в принципе может взяться скейлинговская форма для свободной энергии для коллекционных функций значит давайте первое что я хочу то есть я напомню вам что мы уже вывели множество разных следствий из гипотезы скейлинга гипотеза скейлинга была сформулирована на основании экспериментальных фактов она оказалась очень успешной в объяснении разного рода связи между критическими экспонентами и цель ренормгруппы самая самая достижимая самая простая которую мы сможем с вами достичь сегодня она состоит в том чтобы объяснить откуда эта скейлинговская форма вообще возникла откуда она берется ну хорошо давайте начнем с того факта что как я уже говорил несколько раз критическая система магнетик скажем находящийся в критической точке имеет свойство самоподобия то есть в каком-то смысле его можно рассмотреть под микроскопом и часть его будет выглядеть как целая если соответствующим образом его перемасштабировать надо эту идею как-то воплотить теперь в конкретное какое-то преобразование его можно сформулировать разными способами давайте я попробую сформулировать его неким не очень четким образом прямо сейчас а потом мы будем его конкретизировать в дальнейшем давайте представим себе что мы уже перешли к некому описанию нашей системы с помощью полей и тогда на магничность в каждой точке M будет просто какой-то функцией от координаты MR даже в таком описании предполагается что есть некая микроскопическая длина ниже которой такое рассмотрение невозможно мы все равно стартуем всегда с какой-то решеточной модели и есть параметр A размер расстояния между соседними узлами решетки меньше которого это описание в терминах непрерывной функции не имеет никакого смысла но тем не менее значит для каждой такой конфигурации M мы можем предположить что есть какой-то статистический вес который выглядит как E в степени нюанс бета H а H в данном случае будет каким-то функционалом этой конфигурации ну для спинов дискретных на решетке мы знаем как выглядит модель визинга ну какой-то гамильтониан зависящий от распределения намагниченности окей значит масштабная инвариантность может быть теперь проиллюстрирована на фоне вот как что мы если возьмем картинку этого критического состояния мы можем теперь убрать из нее отфильтровать каким-то образом флуктуации на маленьких масштабах что это означает это означает что в качестве первого шага мы делаем огрубление описания ну условно говоря в этом в этой функции содержится фурия гармоники со всеми волновыми числами до а в минус первой а нам такие большие волновые числа не нужны можем их убрать и сделать немножко более плавной эту картинку это называется огрубление описания но формально можно сделать так можно написать какую-то намагниченность с полоской наверху которая будет вот чему равна она будет равна просто среднему значению мы проинтегрируем по всем координатам эту намагниченность некой коробочке значит мы должны взять точку r и вокруг нее взять коробочку которая будет размером b умножить на а а это микроскопический размер а мы его в b раз увеличим я теперь хочу это разделить на b в степени d и проинтегрируем мы это по коробочке вот я условно рисую эту коробочку таким образом просто среднее значение намагниченности в некой коробочке то есть можно в практическом воплощении этой идеи в самом простом так называемой венорм группе в прямом пространстве берутся просто спины на решетке и буквально мы берем вместо одного спина 9 спинов скажем на квадратной решетке их суммируем и заменяем 9 спинов на 1 который равен среднему значению мы проделаем это в дальнейшем значит теперь посмотрите что произошло значит мы теперь новые спины они сидят если угодно если начинать с решеточного рассмотрения они сидят в узлах решетки которые теперь находятся на больших расстояниях друг от друга если рисовать это на решетке я могу попытаться изобразить это здесь смотрите вот мы объединили 9 спинов скажем в один блок следующие 9 спинов объединили в один блок вот возникли такие блоки эти блоки теперь находятся друг от друга центры этих блоков находятся на расстоянии которые в 3 раза больше чем исходной спины поэтому на самом деле все нужно теперь перемасштабировать это второй шаг в процессе реном группы который называется перемасштабирование ну или собственно риск перешкалирования если угодно да который означает что мы вводим новые координаты которые связаны со старыми координатами путем деления их на этот самый на этот масштабный фактор b то есть если если мы объединяли 9 спинов здесь то масштабный фактор равен тройке мы должны все это теперь уменьшить в 3 раза соответствующая картинка после перемасштабирования будет соответствовать тому что мы будем иметь всего лишь 4 4 супер спина которые произошли из 4 блоков и расстояние между ними снова будет равно исходному расстоянию решеточному окей теперь казалось бы в самом простом варианте могло бы так оказаться что картинка после этого после того как мы описали все в терминах новых аналогичности и перемасштабировали все масштабы она точно такая же как была раньше это была бы совсем простая имплементация масштабной вариантности однако это не совсем так дело в том что как очень удачно написал один автор в такой в таком обработке можно думать про это как про обработку изображения какого-то какой-то фотографии меняется контраст как оказывается и чтобы на самом деле достичь такого же изображения как было раньше нужно еще умножить эту величину на некий масштабный фактор то есть аналогичность после этих двух преобразований не так же выглядит как она выглядела исходно нужно еще сделать собственно перенормировку вот это называется перенормировка и соответственно новая намагниченность в новой точке должна быть равна вот этой вот штуке m бар в точке r new умноженной на b потому что это есть то самое r оно старое здесь оно в b раз больше чем новое и оно еще должно быть умножено на некий масштабный фактор который обычно пишут ну то есть разные буквы можно использовать но давайте напишем его как греческую букву z это знаменатель вот такие три шага есть процедуры которые вообще говоря должны только на языке картинок воспроизвести исходную картинку если мы находимся прямо в критической точке это пока все еще очень качественные слова важно гораздо гораздо более важно понять что происходит при таком вот наборе преобразований со статистическим весом то есть мы каким-то образом вообще говоря должны научиться переходить от этого статистическое веса к статистическому весу какому-то новому от новой этой самой вот намагничности в новых точках как это сделать это вопрос сложный и для каждой системы нужно вообще говоря придумывать процедуру как это делать однако есть общая опять же самая идея которая состоит в том что ну смотрите значит мы предполагаем главное предположение состоит в том что если мы находимся прямо в критической точке то вообще ничего не должно измениться то есть гамильтониан старый и гамильтониан новый просто должны совпадать если мы возьмем критическую точку сделаем в ней все эти преобразования то гамильтониан изинга не должен поменяться это наивная очень точка зрения она на самом деле должна быть уточнена попытаемся это сделать но в первом приближении это так теперь предположим что мы находимся не в точности в критической точке а чуть-чуть от нее отступили если вы помните отступление от критической точки характеризуется двумя числами которые называли Т приведенная температура и приведенное магнитное поле H мы его называли в наших обозначениях старых это было β умножить на B а это T минус Tc поделить на T на Tc скажем до простоты вот такие два параметра здесь в критической точке они оба равны нулю но мы можем немножко отойти от нее и повернув либо увеличивать меньшую температуру либо включив магнитное поле так вот главная идея которую впервые видимо высказал Каданов состоит в том что вот этот гамильтониан должен отличаться от этого только заменой параметров T на некий параметр T с индексом B B это вот тот самый масштабный фактор который мы здесь используем и параметр H на параметр H со значком B причем если мы находились близко к критической точке если эти если эти значения были маленькими в начале то и после преобразования они должны остаться маленькими вообще говоря то есть есть какая-то такая функция теперь которая переводит нас в пространстве параметров из одной точки в другую ну можно написать что эти ну вообще говоря как бы наверное то то куда мы приходим зависит конечно от старых значений и от того и от другого и от T и от H то есть мы должны изучить две функции да как выглядит новая функция новое значение параметров Гамильтиняна в зависимости от старых значений параметров Гамильтиняна дальнейшее дальнейший прогресс дальнейшее продвижение можно получить поняв следующий факт поскольку мы затрагивали только мелкомасштабные флуктуации и большие волновые вектора это не имеет никакого отношения к критическому поведению и никаких сингулярностей в этом процессе возникать не должно опять же конкретное воплощение этой идеи покажут что так оно и есть но на языке этих функций это означает что функции которые мы здесь получаем в результате норм группы должны быть гладкими функциями их можно разложить в ряд Тейлора это можно просто разложить в ряд Тейлора причем обратите внимание мы сказали что если t равно 0 в начале то и после перенормировки оно будет равно 0 то есть эта функция должна начинать с линейных членов она будет вот так вот выглядеть какие-то коэффициенты высшие члены я могу написать как точечки здесь h наверное большое пишется извините я использую большую h всю эту функцию можно разложить просто-напросто в ряд по параметрам дальнейшее упрощение наступает из соображений симметрии в начальной системе конечно же мы можем поменять знак магнитного поля и поменять знак спинов и ничего при этом не изменится то есть есть такая симметрия если m поменять на минус m h поменять на минус h а t оставить самим собой не менять ничего не должно измениться и это просто симметрия исходной системы которая никуда не девается в новой системе она точно такая же это означает что представьте себе что мы теперь сделаем замену h на минус h этот член поменяется а этот не поменяется значит этого члена быть не может в этой функции реально точно так же этого члена здесь быть не может то есть преобразование еще проще становится а именно вот какое здесь здесь высшие члены совместимые с этой симметрией которую я не рассматриваю а h b от t h должно быть равно d от b умножить на h и плюс члены высшего порядка окей теперь последний шаг который нас приведет уже фактически к формулировке гипотезы скейлинга как результату он состоит в том что во-первых эти коэффициенты естественно равны единичке когда b равно единичке если мы вообще систему не перешкалируем то естественно ничего не происходит с другой стороны такие масштабные преобразования можно производить одно за другим естественно предположить что их можно композицию делать если мы сначала увеличим систему в два раза потом в три раза это то же самое что применить масштабный фактор шестерка то есть эти коэффициенты должны быть определенным свойством а именно а от какого-то фактора b1 умноженное на а от фактора b2 должно быть просто равно а этой функции от произведения этих факторов и точно так же для функции d это понятно да поскольку мы можем производить эти преобразования одно за другим вот это как раз и есть то соотношение которое позволяет думать про эти преобразования как элементы некой группы на самом деле это неправильное название ренорм группа не группе не видит никакого отношения просто по той причине что вперед-то ее можно произвести а обратно ее произвести никак нельзя поскольку мы при огрублении описания теряем информацию при многомасштабной фуктуации никакого способа вернуться к ним их убрав нет возможности поэтому преобразование ренорм группы всегда в одну сторону происходит никогда в обратную сторону в этом смысле это не группа нету обратных элементов для этих преобразований но тем не менее их можно перемножать такая структура математически направлено на языке называется полугруппой то есть то что мы имеем здесь это полугруппа так вот какая функция удовлетворяет такому соотношению есть какие-нибудь гипотезы экспонента на самом деле степенная функция удовлетворяет таким свойством не экспонента а степенная функция потому что они не складываются здесь если бы они складывались то это была бы экспонент а в данном случае они умножаются ответ такой что а вообще говоря есть какая-то степень числа б давайте ее назовем эту степень у с индексом t поскольку она имеет отношение к термической переменной вот такая вот функция удовлетворяет вот этим соотношением во-первых она равна единице в единице во-вторых при перемножении двух таких факторов получается произведение этих факторов в степени у и точно так же функция d от b будет равна b в степени какой-то другой которую мы назовем yh магнитная собственно значение окей вот мы очень простыми рассуждениями добились теперь вот такого интересного факта что все вот эти вот шаги которые здесь описаны до сих пор ведут в таком простом рассмотрении к новому гемельтониану в котором просто-напросто меняются переменные которые я вот теперь параметры точнее не переменные а параметры которые давайте я напишу уже снова в этом вот виде один из них равен b в степени y с индексом t умножить на t плюс поправки но я их отброшу а этот будет умножаться на b в степени y с индексом h умножить на h и плюс поправки которые я отброшу вот так окей и эти изменения в параметрах гемельтониания они сводятся к тому что температурная температурный параметр умножается на степень какой-то масштабного фактора а магнитное поле тоже умножается на степень этого фактора но другую степень эти степени называются yt и yh окей хорошо теперь давайте посмотрим какие будут следствия этого начнем со свободной энергии свободная энергия конечно же у нас является вообще говоря функцией этих самых величин и именно сингулярная зависимость от этих величин как бы приводит к наличию критических экспонентов а скейлинговская форма для свободной энергии приводила к соотношению между этими экспонентами вот давайте сейчас подумаем что мы можем исходя из этих соображений сейчас я прошу прощения у меня тут в записках написано маленькое h давайте я буду по-прежнему писать большую h так так вот нужно понять следующее что когда мы говорим что partition stat summa это есть e в степени минус β h просуммированная по всем конфигурациям я здесь хочу давайте я напишу это вот таким образом я напишу m от r вот таких скобочках это некое условное обозначение которое говорит что вообще мы должны просуммировать по всем конфигурациям правильнее было бы в терминах функционального интеграла это писать если мы действительно хотим писать так как сумму по всем функциям это был бы функциональный интеграл я не собираюсь сейчас более-менее объяснять что это такое концептуально мы просто суммируем по всем конфигурациям этих самых m дело в том что вот мы эту сумму можем разбить на две суммы в первую из них внесем суммирование по микроскопическим степням свободы а потом по всем остальным но это суммирование по всем микроскопическим степням свободы это и есть та самая те три шага которые мы с вами совершили то есть реально это означает что это то же самое что функциональный интеграл по новым то что мы называли new новым новой намагниченности и с новым гамильтанианом это тот который у меня вот сейчас дали не видно да совсем но то что здесь написано это просто свободная энергия ее можно писать со штрихом это вот новая свободная энергия новая давайте это немножко более точно напишу это была статсумма вычисленная при t и h а это статсумма вычисленная при новых t давайте их еще обозначать t штрих а этот назовем h штрих я хочу сказать что частичное частичное суммирование по степням свободы а потом дополнительное суммирование по всем остальным степням свободы приводит к той же самой статсумме что и суммирование сразу по всем степням свободы это очень очень простое утверждение и оно позволяет тем не менее заключить множество интересных сделать заключений давайте возьмем логарифм от этого выражения и поделим его на число степеней свободы число степеней свободы если вы помните n число узлов в решетке оно связано с новым числом очень простым образом число узлов в новой решетке меньше на b в степени d потому что помните мы как бы их мы же их комбинировали поэтому f от t штрих от t и h которые есть давайте я про температуры сейчас не буду здесь думать с f штрих от t штрих и h штрих которые есть логарифм z штрих поделить на n штрих они отличаются просто на масштабный фактор b в степени d тем самым появляется соотношение которое выглядит так обратите внимание что это есть как раз то самое свойство однородности или свойство скейлинга которое мы использовали чтобы вывести следствие которые связывают между собой критические экспоненты сама идея ренормгруппы даже без конкретного ее воплощения уже приводит к наличию скейлинговской формы и свободной энергии ну соответственно если мы хотим давайте я напомню немножко что из этого можно извлечь масштабный фактор можно здесь выбирать более-менее произвольным до тех пор пока он не превышает корреляционную длину но если мы выберем его таким образом чтобы вот этот первый аргумент стал равен единичкой мы получим что свободная энергия имеет такую форму t в степени d поделить на yt умножить на какую-то функцию я не помню какой мы ее буквой называли может быть φ большое и там еще плюсик и минусик был потому что мы должны были заботиться о t в степени yh поделить на yt значит b выбирается так чтобы вот этот факт чтобы этот аргумент был равен единичке то есть b равно t в степени минус единица поделить на yt там она вставляется сюда и сюда опять же вместо h маленького нужно писать h большое это вот та самая скеллинговская форма которую мы с вами писали буквы которые тогда использовались были а и b из которых получались все критические экспоненты и видно что вот буква а должна называться yt поделить на d а буква b должна называться давайте вспомним по-моему там писалось вот так там писалось t в степени единичной на а фи от h поделить на t в степени b на а вот такая там была формула давайте посмотрим я просто хочу проверить что у нас именно так вводились эти обозначения да так все и было соответственно чтобы если а равно yt поделить на d то yh должно быть тоже yh поделить на d ну и все критические экспоненты которые мы с вами знаем термодинамические альфа, бета, гамма и дельта следуют из этого скейлингского соотношения и выражаются через эти две независимые переменные yt и yh можно там разными способами их ну вот давайте я просто перечислим например альфа это 2 минус d поделить на yt давайте мы следующее следствие увидим по ходу дела значит первое что мы сделали мы написали масштабную форму скейлинговскую форму для свободной энергии следующий шаг который мы можем сделать это рассмотреть корреляционную длину она тоже является функцией t и h вообще говоря но понятно что когда мы делаем масштабное преобразование преобразование ренов группы все длины уменьшаются в b раз все длины уменьшаются в b раз то есть вот такая штучка должна быть равна единице на b от старого значения опять же подставив сюда эти перешкалированные параметры мы должны получить что это b кси b в степени yt на t b в степени yh на h вот закон преобразования для корреляционной длины при преобразованиях ренов группы который естественным образом снова позволяет нам связать критическую экспоненту корреляционной длины с этими параметрами опять же давайте представим себе что мы просто-напросто выбираем b таким способом чтобы этот аргумент стал равен единичке то есть b равно t в степени минус единица поделить на yt подставив его сюда мы поймем что это t в степени минус единица на yt нужно единица а здесь будет соответственно h на какое-то t в степени минус yh поделить на yt ну и магнитное поле можно положить равным нулю и тогда мы получаем критическое поведение корреляционной длины в зависимости от температуры и отождествляем корреляционный индекс критический индекс nu с единичкой поделить на yt что мы можем сделать еще можем сделать намагниченность намагниченность получается при дифференцировании свободной энергии опять же пренебрегая всякой температурой давайте я напишу единица на n свободной энергии на узел то есть мы должны определить на n вот статсумы ну и в каждом из этих членов мы можем заменить на соответствующие величины по законам скеллингского преобразования а именно n умножается на b в степени d заменяется на n штрих статсума сама не меняется как вы помните поэтому ее просто пишем таким вот образом магнитное поле умножается на b в степени минус yh здесь мы пишем новое магнитное поле соответственно это выглядит как b в степени yh минус d умножить на магниченность в новых переменных которые опять же я запишу как пишет как большую m как b в степени yt t b в степени yh h вот как преобразуется на магниченность ну и опять же тот же самый выбор правильный выбор t дает нам на магниченность как функцию температуры при нуле при нулевом магнитном поле с критической экспонентой бета которая получается равна yh минус d поделить на yt да а если наоборот положить t равным строго нулю а изучить зависимость от магнитного поля нужно выбрать b таким образом чтобы это превратилось в единичку тогда мы получаем критический индекс дельта который описывает зависимость на магничности от магнитного поля при критической температуре дельта соответственно тоже получается отсюда простым образом как давайте соображать что как y сейчас сообразим значит b должно быть выбрано как h в степени минус единичка на yh нужно подставить сюда получится yh поделить на d минус yh если я правильно понимаю вот так хорошо теперь значит у нас осталось совсем немножко времени давайте теперь попробуем хотя бы в первом приближении понять как же это на самом деле делается это так сказать все то есть мы вообще это очень важный момент тот факт что мы с помощью идеи ренормгруппы смогли получить вот это вот соотношение это полдела это как бы может даже больше чем полдела потому что реально как получить конкретное значение этих вот переменных yt и yh как их находить как явно производить преобразование ренормгруппы это уже технический вопрос тем не менее этот технический вопрос некоторое время достаточно долгое время оставался нерешенным и реально самый большой вклад в его решение внес Вильсон который получил за эту Нобелевскую премию это действительно стоящее стоящее дело было многие считают что надо было давать премию не только ему а и другим разработчикам всех этих идей но получил только он значит давайте я хочу теперь попробовать применить эти идеи к той же самой модели изинга с которой мы начали который мы рассматривали мы будем концептуально делать следующее значит давайте теперь модель изинга снова рассмотрим в ней переменные являются дискретными спинами которые на плюс-минус единички нету вот этой непрерывной намагниченности который который я до сих пор использовал но тем не менее в каком-то смысле даже проще поскольку мы все суммирование по конфигурациям понимаем как суммирование по спинам и все это очень просто сделать давайте я сделаю вот такое обозначение теперь я введу новое вместо суммирования по конфигурации я буду писать trace с индексом s это то же самое суммирование по всем спинам а h это будет лизинговский гамильтониан который зависит от всех спинов окей значит когда я спин объединяю в блоке теперь я хочу напомнить вам вот эту процедуру значит у нас есть 9 спинов которые я хочу объединить в блок и поставить один спин вместо 9 каким-то способом ну как это сделать можно использовать разные способы один из способов который который можно применить он состоит вот в чем что можно просто посмотреть сумма спинов положительно или отрицательно не брать среднее значение как я так пытался там сделать да а просто посмотреть является сумма отрицательная или положительная если она положительная то мы приписываем новому спину значение плюс единичка а если она отрицательная приписываем значение минус единичка то есть это просто-напросто способ чтобы сделать новые переменными такого же рода, то есть сделать их снова изинговскими спинами. На формальном языке это можно сделать так. Можно применить такой проекционный оператор, который будет зависеть от нового спина и от всех девяти спинов в блоке, который будет выглядеть так. Он будет равен 1, если этот новый спин, умноженный на сумму всех спинов в блоке, дает произведение что-то положительное и дает 0, если это произведение отрицательное. Тогда можно написать новый гамильтанян. Давайте эту бету буду поглощать, засовывать ее в гамильтанян. Она, вообще говоря, это бета, это просто вблизи точки фазового перехода, просто константа. Помните, мы заменяли букву J на букву K. Это, в общем, не играет большой роли. Я не хочу таскать ее за собой, давайте ее просто выброшу. Просто буду писать H. Так вот, новый гамильтанян от новых спинов, зависящий, будет выглядеть так. По определению это суммирование по всем маленьким спинам. Здесь будет произведение по блокам. И в каждом блоке мы будем вставлять такой вот проекционный оператор и умножать на старый статистический вес. Ну, легко сказать, трудно сделать. На самом деле, такое вычисление не очень просто произвести. Тем более, даже если один раз его удастся сделать, на следующий раз уже становится все труднее и труднее. Причина вот в чем. Давайте я объясню. Дело в том, что понятно, что... Вот давайте возьмем два соседних блока, которые разделены вот этой пунктирной линией. Вот один блок, вот другой блок. Исходные взаимодействия изинговские, вот эти вот, приведут к тому, что, конечно, эти спины будут взаимодействовать. Суперспины, которые получаются объединением блоков, они будут взаимодействовать. И это то, что мы хотим. Возникает снова взаимодействие между ближайшими спинами. Однако, есть и взаимодействие между вот этими вот спинами, вот здесь вот. и оно привлечет к тому, что эти суперспины, новые, будут взаимодействовать не только как ближайшие соседи, но и как следующие за ближайшими соседями. И когда мы будем производить эту операцию несколько раз, будут возникать все более и более дальние взаимодействия. То есть гамилеттениан, вообще говоря, не будет оставаться той же формы, что исходный гамилеттениан. Это именно тот момент, который я, так сказать, замел под ковер, в том обсуждении. То, что гамилеттениан может быть описано всего лишь двумя параметрами T и H, из которого все следовало, из предположения, из которого все следовало, это предположение нетривиальное. То есть мы видим на этом простейшем примере, что, вообще говоря, гамилеттениан меняется. Не только значения коэффициентов не меняются, но и наличие других членов. Появляются новые члены в гамилеттениане. Тривенор-группа приводит, преобразование ременор-группы в любом виде, в каком бы мы ее ни пытались проделать, приводит к появлению в гамилеттениане новых членов. То есть наряду с тем, что мы писали сумму по ближайшим соседям, nearest neighbors, мы должны добавлять взаимодействие next-nearest neighbors, то есть по диагонали, скажем, в двумерном случае. И так далее. То есть возникает целый ряд констант связи в гамилеттениане и в новом, которых в первом не было. И правильный способ про это думать, думать про гамилеттениан, как зависящий от целого набора параметров, которые можно представлять себе как вектор большой в каком-то большом многомерном пространстве. И когда мы производим операцию ременор-группы, если мы достаточное количество таких констант связи введем с самого начала, вот только тогда форма гамилеттениана не будет меняться. То есть нужно ввести сразу бесконечное возможное количество связей, тогда форма гамилеттениана не будет меняться, а будут меняться значения этих констант. Само преобразование ременор-группы будет означать, что какой-то старый набор этих констант будет переводиться в новый набор этих констант, который будет функциями, давайте будем называть это функцией R, от всего набора старых констант. Преобразование ременор-группы нужно понимать как преобразование, действующее в бесконечно мерном пространстве. Ременор-группы эта функция допускает возможность, что S' отрицательно, равно минус единичке. То есть ее нужно смотреть как функцию S' отдельно и всех остальных штук тоже отдельно. Значит, S' может принимать значение плюс единичка или минус единичка, но какую из них выбирать зависит вот от этого условия. И оно написано в таком виде, что если S' положительная и сумма всех спинов положительная, то это в конфигурации выбирается. А эта конфигурация выбрасывается. То есть мы никогда не делаем так, чтобы новый спин противоречил этому, что называется, мнению большинства. То есть это фактически мнение большинства здесь делать. Такая демократическая, демократический выбор нового спина. Ну хорошо, давайте сделаем теперь такую вещь. Вообще говоря, то, что я сказал, это правильно. Вообще говоря, пространство, в котором действует преобразование реонгруппы, оно бесконечно мерное, и нужно пытаться понять, как его можно описывать. Но есть одна ситуация, когда это преобразование можно сделать точно, и оно не приводит к появлению новых констанцезий, а именно в одномерной модели изинга это можно сделать явным образом. И в одномерной модели изинга можно просто-напросто спины объединить в блоки. В данном случае, естественно, их объединять в блоки по три спина, скажем, да. Вот такие вот блоки. И пытаться понять, куда же все будет двигаться. Но в данном случае я даже не хочу использовать вот такую вот демократическую процедуру голосования, а могу еще проще сделать. Я могу просто-напросто сказать, что новый спин будет равен значению среднего спина в каждом блоке. И это не настолько плохое правило, как может показаться, потому что при нуле температур или вблизи нуля температур, которая, как мы знаем, является здесь критической точкой, все спины более или менее и так упорядочены. И так все смотрят в одну сторону. Поэтому если этот спин смотрит вверх, то, скорее всего, эти два тоже смотрят вверх. Соответственно, такой недемократический выбор и демократический выбор примерно одно и то же дают. То есть реально то, что мы должны сделать, чтобы произвести вот ренорм-группу в этой ситуации, мы заменяем каждый спин, каждый три спина на один спин, который просто-напросто выбирается значение вот этого вот спина, точно такой же, как здесь, да? Но, конечно же, соседние спины учитываются, мы их просто должны просуммировать по ним, статсумму, и они нам скажут, какое будет взаимодействие между новыми спинами. Эта процедура называется децимация, то есть мы просто убираем спины. Я сейчас это проделаю очень быстро, но хочу сразу сказать, что в результате, да даже и, собственно, и в этой ситуации тоже, когда мы используем правила большинства, новый спин не перенормирован. Он по-прежнему равен либо единичке, либо минус единичке. Помните, вот там мы вводили некий масштабный фактор, зета, который, вообще говоря, нужен был, чтобы контраст поменять картинки, чтобы приблизить ее к тому, что было вначале. Здесь этого фактора не появляется. И это означает, что вот такого рода процедура, она слишком наивная, и вообще говоря, не будет давать никаких хороших результатов, особенно в высших измерениях. В одном измерении она еще может что-то даст осмысленное, а вообще в большом количестве измерений такого уже не произойдет. Давайте теперь найдем все-таки, какие будут взаимодействия между этими спинами новыми, а именно я хочу теперь эти спины называть таким способом. Давайте вот это будет S1, S2, S3, S4. Сейчас, секундочку. Как я делаю? А, нет, не так. Сейчас, не так. Я их пронумерую не так, извините. Я их пронумерую естественным образом, как S1, S2, S3, S4, S5, S6 и так далее. Но вот этот спин я назову S1'', а этот назову S2'. Значит, теперь какие факторы в статсуме будут участвовать? Будет взаимодействие спина S1' и S3, будет взаимодействие спина S3 и S4, будет взаимодействие спина S4 и S2'. Я просто переобозначаю. S2 стало S1', а S5 стало называться S2'. И вот эту штуку я должен просто-напросто просуммировать по S3 и S4, которые каждый принимает значение плюс-минус единичка. Но это проще сделать таким способом, как мы уже делали в высокотемпературном разложении, а именно вынести общий множитель косинус гиперболический в кубе, а здесь написать сумму по этим спинам S3 и S4 от единички плюс x умножить на S1' S3, единички плюс x на S3, S4, единички плюс SxS4, S2'. По той же самой причине, по которой мы уже обсуждали при рассмотрении высокотемпературного разложения, все множители с нечетными степнями S3 и S4 вклада не дают. Реальный вклад происходит только от произведения единичек и произведения всех x. Только такой вклад останется. В результате получается косинус гиперболический в кубе умножить на 1 плюс x в кубе на S1' S2'. Да, еще двойки, конечно, нужно написать. 2 в квадрате возникает от суммирования по S3 и S4, когда они в квадрат возводятся. То есть возникает статсумма или, если угодно, связь между этими новыми спинами, описывается в терминах переменной. Здесь было x, здесь стало x в кубе. То есть можно теперь написать, что это соответствует новой константе связи, k'', которая есть просто-напросто, как называется, арктангенс гиперболический от тангенса k в кубе. Ну, в такой форме это трудно понять. Но вообще говоря, в терминах буквы x это проще понимать. x это, если я напомню вам, это тангенс гиперболический k, это переменная, которая меньше единицы для всех значений, кроме t, равного нулю. И если она возводится в третью степень, то она уменьшается. То есть x неизменно уменьшается, соответственно, уменьшается и буква k'. Тем самым можно нарисовать в терминах буквы k движение соответствует тому, что мы всегда уменьшаемся. А в терминах температуры это означает, что температура эффективная, модель лизинга, если мы начинаем со сколько угодно маленькой температуры, увеличивается. И в конце концов, преобразование ренорм-группы уводит ее к t равному бесконечности. То есть неупорядоченная фаза. Точка 0 сама является по себе устойчивой точкой. Если мы начинаем прямо в нуле температур, то мы там и остаемся. Но эта точка неустойчива. Сколько угодно мы, отклоняясь от нее, сразу удаляемся по мере того, как мы перенормируем систему. Другая устойчивая точка – это равная бесконечности. Она тоже устойчивая точка, но она описывает полностью неупорядоченную систему. Вот такая вот картинка ренорм-группы в одном измерении. Ну, давайте, единственное, что я, пожалуй, еще успею сказать сегодня – это вот что. Если попытаться проделать аналогичное вычисление, его можно сделать. Есть регулярные способы, как проделать ренорм-группу в прямом пространстве в двумерии, скажем. Или в произвольном, вообще говоря, числе измерений, то можно понять следующее, что если вы будете таким же образом обрабатывать, скажем, систему двумерную, то все вот эти связи, они просуммируются фактически. То есть у нас будет k' будет примерно равно в данном случае 3 на k. Вот в данном случае. Если k большое, если очень сильная связь между спинами, то фактически взаимодействие между блоками будет просто умножаться на 3. В произвольном числе размерности и произвольном масштабном факторе это будет вот такая вот зависимость. b в степени d-1. То есть число спинов на границе между блоками умножить на старую константную связи. То есть, видите, это означает, что если k большое и d больше единички, то оно только растет. То есть k большое становится вот эта вот точка здесь, которая была неустойчивой, она в этой ситуации становится устойчивой. Если нарисовать теперь снова эту шкалу k, то большие k устойчивы. Маленькие k, которые соответствуют парамагнитной фазе, по-прежнему тоже должна быть устойчивой точкой. Это означает, что есть между ними какая-то особенная точка, которая и соответствует фазовому переходу, и является критической точкой, в которой ренорм-группа не меняет ничего. То есть в данном случае, конечно же, есть другие константы связи, помимо этой, которая возникает в задаче. Как я уже говорил, взаимодействие между следующими, заближающими соседями возникает и так далее. Но не менее важны, чем эта самая главная константа связи. Именно ее окрестность определяет, в конце концов, критические экспоненты. Ой, ну ладно, хорошо. Я, пожалуй, все-таки должен здесь остановиться. Нужно найти какой-то разумный... Я скажу одну... Я сделаю еще одно утверждение, и на этом мы с вами, пожалуй, все-таки закончим. Значит, утверждение вот состоит в чем? Что если мы находимся... Я могу это в терминках температуры сформулировать, это неважно. В терминках температуры та же самая картинка будет выглядеть аналогично, а именно будет существовать критическая температура, такая, что при низкой температуре ренорм-группа нас температуру уменьшает, при высоких температурах температура только растет. Эта точка является неустойчивой в этом отношении тоже. Вот что я хочу сказать. Значит, важно, как быстро эта точка движется под природованием ренорм-группы. Если мы находимся вблизи этой... Если мы находимся в самой этой точке, то мы никуда не движемся вообще. Если мы находимся близко от нее, то движение будет очень медленное. И оно будет ускоряться только по мере того, как мы будем удаляться. То есть, чтобы, находясь вблизи этой точки, достичь какого-то такого очень разупорядоченного состояния, или наоборот, очень упорядоченного состояния, мы должны будем провести много-много итераций ренорм-группы. И это реально позволяет нам сделать вот что. Оно позволяет нам... Такое привязание позволяет... Такое рассмотрение позволяет линейризовать привязывание ренорм-группы, которое было записано как R, как функция k. То есть новая константа связи есть функция от старой константы связи. Предельное значение этой функции при больших k, нарисованного там, она нам позволяет линейризовать эту штуку вблизи критической точки. Давайте рассмотрим k штрих минус kc. Мы эту функцию здесь напишем как R от kc плюс дельта k. Это вот есть дельта k штрих. Отклонение новой константа связи от критической точки. А это можно записать как R штрих от kc, производная этой функции в точке kc, умножить на дельта k. То есть в линейном порядке отклонения от константы связи зависят, связаны просто производной этой самой функции ренорм-группы. Так вот, мы знаем, что эти отклонения при преобразовании ренорм-группы в том вот самом нашем исходном рассмотрении записывались с помощью степени какого-то параметра. Так вот, эта, значит, производная должна быть равна этому самому параметру b в степени y, в данном случае yt. Это позволяет связать критические экспоненты с функцией ренорм-группы. То есть фактически программа, которую нужно осуществлять, которую мы с вами осуществили бы, если бы нам было больше времени, состояла бы в том, что мы находили бы явные выражения новых констант в терминах старых констант, линейализовали бы эти соотношения вблизи фиксированных точек, и эта линейализация в конечном итоге давала бы нам критические экспоненты. Ну вот здесь я уже, к сожалению, вынужден остановиться и поблагодарить всех за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ